Шалом, друзья! Я Исрая Парибский, Равин. Это синагога Могилёва. Законы Хануки. Продолжаем. Итак, пришла Ханука. У вас в руках свечка. Что делать? Как зажигать? Первое. Спокойно. Сейчас мы всё вам расскажем. Первое. Как ставят свечки? Каждый день мы сказали прибавляем по свече. Прибавляем справа налево, а зажигаем слева направо. Таким образом мы всегда поворачиваемся в правую сторону. В этом идея. Мудрецы учат нас всегда поворачивать вправо. Через эти действия человек приучает себя выбирать главное. Правая сторона, она главная, а левая у нас вспомогательная. Таким образом человек себя приучает. Поэтому мы зажигаем, поворачиваем слева направо. Ставим справа налево. То есть мы зажигаем ту свечу, которую поставили в этот день. Потому что первый день была одна свеча, а во второй день прибавили вторую свечу. И её же первую зажигаем. Понятно. Как зажигать? Во-первых, нужно произнести благословение. Где прочитать благословение? Молитвенник. Можете купить молитвенник, можете в интернете посмотреть. Опять-таки приложений куча. Найдите молитвенник, там короткие благословения на зажигание ханукальных свечей. Затем зажигаете. Когда зажигать, где зажигать, мы уже знаем. Дальше. Что делать, когда пришёл шаббат? В пятницу перед приходом шаббата ханукальные свечи зажигаются перед шаббатными свечами. Потому что шаббатные свечи – это уже наступление шаббата. А мы должны зажечь заранее, ведь шаббат запрещено зажигать огонь. Начинают зажигать с плагминха. Когда узнать плагминха? Приложения «Аллахические времена» вам в помощь. Google Play, App Store, Huawei, соболезную. У кого Huawei? В интернете в любом случае вы можете найти время плагминха и тогда зажигаете. Важно, если вы зажигаете свечи заранее, то есть в пятницу вы зажигаете их не после выхода звёзд, не с выходом звёзд, а заранее, в них должно быть достаточно заряда, чтобы прогореть полчаса после выхода звёзд. Ведь свечи всегда должны гореть полчаса после выхода звёзд. Зажигая свечи заранее, вы должны это иметь в виду. То есть такие свечки не подойдут вам, если вы зажигаете их в пятницу перед шаббатом. Вы лучше возьмите свечки Икея такие, таблетки, там в них хватит воска. После исхода шаббата вы зажигаете свечи после выхода звёзд. Можно это делать в любое время, можно до Авдалы, можно после Авдалы. Если вы не знаете, что такое Авдала, это тоже не важно, просто зажигайте как можно раньше свечи, но после выхода звёзд. Женщины имеют такой обычай воздерживаться в течение получаса, пока горят свечки, воздерживаться от работ по дому. Отдыхаем полчаса, зажгли свечки и отдыхаем. Когда свечи прогорели полчаса, их в принципе можно тушить. И оставить их, например, на следующий день, чтобы зажечь их ещё раз. Главное, полчаса после выхода звёзд. Ну и самое главное, все задают вопрос, что нужно готовить на Хануку. На Хануку есть обычай готовить, есть обычай есть молочные блюда. В честь героической еврейской женщины, которая, там была история, накормила молочным одного там полководца и отрезала ему, она поила вином и отрезала ему, нет, голову. Вот, поэтому что? Правильно. Поэтому приятного аппетита, устраивайте трапезы и празднуйте Хануку. Всех с наступлением Хануки. И помните, я как Равин рекомендую вам лайкать и делиться всеми моими видео. И Бог всё видит.